Это же жена Берлиана, а у меня... Это понятно, ну понятно. Ну мы в эфире, мы в эфире уже, мы в эфире. Да я хотела, мы не успели поговорить об этом до того, хотя я хотела в куларчиках. А что вообще-то означает новая тенденция, вот эта безумная, там, скажем, а сегодня объявил Макинка о том, что у него 9% тонис. До этого Книжинский сказал, что он тоже частично продает канал. До этого там начали приходить ко мне слухи, что Мураев тоже там сотрудничает вдруг с администрацией президента. До этого еще что-то. Ну как-то вот... А что все это означает? Наталья, все на самом деле просто как апельсин. Дело в том, что телевидение — это власть. И тот, кто хочет прийти к власти, он должен контролировать телевидение. И в нашей стране, в отличие от Европы или Соединенных Штатов Америки, все телевидение дотационное. Оно существует сейчас только с одной целью. Не как бизнес, приносящий прибыль, а как возможность определенным политикам или олигархическим группам прийти к власти и дальше окупить эти затраты на телевидение, которое делается. Я не знаю ни одного общественно-политического телеканала, который был бы окупаемым. Все они находятся на дотациях. И пока будет ситуация, при которой финансирование СМИ будет непрозрачно, всех телеканалов, я даже не хочу остановиться на каких-либо, у нас не будет порядка в стране. Потому что телевидение — это власть. Ну слушай, но не помог же этот закон, который, да, о конечном бенефициарии, который проголосовали, ратифицировали. Все равно пишут же, что попало. Да, я знаю. Примерно на некоторых телеканалах пишут фамилии никому неизвестных людей. И вот, пожалуйста, закон формально соблюден. Контролировать надо финансовые потоки. Они должны быть публичными. Если мы, депутаты, чиновники, сейчас публикуем полностью свои доходы и расходы, то надо сделать такой закон, который бы позволил бы контролировать доходы и расходы СМИ. А что, если отдельные телеканалы финансируются посредством Российской Федерации? Вот здесь я прямо скажу. Я подозреваю, я официально неоднократно заявлял, что я считаю, что телеканал «Интер» проводит пророссийскую политику. Им руководят люди, которые находятся в Москве. Это, в общем-то, как бы не секрет. До недавнего времени... Там же частичная собственность, все-таки до сих пор, я не знаю, как сейчас, принадлежала УРТ. 29% телеканал «Интер» официально принадлежала телеканалу УРТ до января 2015 года. Затем это было продано в фронтой компании. Что мы пишем? Все пишем. Мы пишем законы и не в коня корм. И такие законы, и сякие. А контролировать мы ничего не можем, и сделать ничего не можем, и сделать медиа наши коммерческими не можем. Должна быть политическая воля на то, чтобы средства массовой информации работали прозрачно, открыто. И если кто-то их датирует, то мы должны знать, кто и зачем он это делает. То ли это от желания тратить деньги, то ли это от желания захватить власть. Ну, это политическая воля, сейчас в студии поговорим. Пойдем. Народный депутат Украины. Позаштатный радник министра внутренних справ. За освіту экономист. Політичная карьера розпочалась с депутата Харківской міськради. Однако был туда выбраний лише с четвертої спроби. За его инициативой было створено сайт Миротворец, который опубликовал номери телефонов и адресы больше, чем 4 тысяч журналистов, которые, как будто, сповпрацювали с бойовиками. Сгідно с декларацией, сберегает 460 тысяч гривен и 43 тысячи долларов готівкою. Володит двумя квартирами в Харкове и Киеве. Подружный в друге. Антон Герасченко – гість программы «Хардзвлащенко». Доброго вечера всіх! Вітаю в ефірі «Хардзвлащенко» і гостом сьогоднішнього ефіру є народний депутат Антон Герасченко. Здравствуйте, Антон Юрьевич! Доброго вечера! Радо вас видеть! Аналогично! Вот начну с того, что сегодня же очень много вопросов, как обычно мне пишут много вопросов в Фейсбуке, начну с главного вопроса. Все говорят, пусть объяснит Антон Юрьевич, а что, зачем он провел на прошлой неделе в зал Верховного Совета людей в форме и что они вообще там делали, так сказать, вне протокола, что, дескать, не была, так сказать, соблюдена обычная процедура, то, что называется регламент. Что там делали эти люди? Значит, что произошло на прошлой неделе? На прошлой неделе, во вторник, народный депутат пока еще Украины, Владимир Поросюк, во главе группы из порядка 6-7-ти людей, проезжал на группе автомобилей мимо города Славянска, их остановили сотрудники полиции на блокпосту. Выполняя законные требования сотрудников полиции, надо было всего лишь показать документы, приведить к осмотру багажника машин, потому что в зону АТО нельзя провозить, например, оружие, даже охотничье. Есть приказ, что это запрещено делать. В территории зоны АТО действуют диверсионные группы. Однако Владимир Поросюк в наглой, брутальной форме начал избивать сотрудников полиции. Совершил наезд своим автомобилем, за рулем, в котором он находился, на ветерана, на полковника полиции, который был ранен в Маринке в 2015 году в бою. Несезурно выражался, бронился. И если бы он спровоцировал сотрудников полиции, там вообще могла быть кровавая бойня. Поэтому, когда сотрудники полиции, четверо, приехали в Киев для того, чтобы дать показания руководству о том, что происходило, я привел их в Верховную Раду, я дал им возможность пообщаться с руководством фракции Блока Петра Порошенко, Народного фронта, Радикальной партии. Было принято решение, что им нужно донести свою позицию для всех депутатов. Потому что, если мы будем оставлять беззаказным факт того, что какой-то народный депутат, даже если его фамилия Поросюк, будет себе позволять избивать сотрудников полиции в зоне АТО, то тогда вопрос, а какое самоуважение будет у тех людей, которые рискуют своей жизнью на переднем краю, которым приходится стоять на блокпостах, не зная, кто в следующей машине. Может быть, там диверсант, может быть, там террорист. Есть понятие уважения к закону. Владимира Поросюка его не было и нет вовсе. Когда он избивал представителя оппозиционного блока или генерала в СБУ, общество хлопало в ладоши. Но когда он стал избивать рядовых сотрудников полиции, то мы не можем пройти мимо этого факта, потому что это хаос, это уже даже не Махновщина, это Поросюковщина. Поэтому я и наша фракция потребовала с трибуны Верховной Рады от вице-спикера Оксаны Сырейд дать возможность выступить полицейским. По регламенту она должна была поставить вопрос на голосование. Достаточно было 150 голосов, которые были в лихвой зале, с лихвой. Однако Оксана Сырейд, представитель фракции «Самопомощь», понимала, что тема пойдет о неудобном для ее фракции вопросе, о вопросе блокады, в вопросе поведения депутата, в том числе самопомощи. Хотя надо дать должное, что депутаты от самопомощи, принимавшие участие в блокаде, не избивали полицейских, в отличие от Поросюка, вели себя более культурно. И мы дали возможность этим ребятам выступить. И выступление, вы знаете, у нас в зале Рады обычно хамят, шумят и так далее. Но этих ребят слушали, потому что они есть тоже народ Украины. Антон Дмитриевич, я все понимаю, но я просто, вот, понимаете, давайте мы так построим беседу. Если я буду спрашивать, почему синие, вы мне не будете отвечать, потому что мокрое. Я спрашивала сейчас не о Поросюке, о Поросюке мы еще поговорим. Я спрашивала только о регламенте. Сыроед, который сидел здесь на этом месте два дня назад или три, сказала, что она совсем бы не возражала, если бы были соблюдены правила, если бы люди появились в зале только после того, как выступление-то встало в регламент. Но так как они появились в зале до того, до голосования, то она посчитала это нарушением регламента. Так ли это? Значит, Сыроид, как это бывает часто, говорит неправду. По одной простой причине. Она часто говорит неправду? Безусловно, очень часто говорит неправду. Народный депутат Юрий Береза стоял на трибуне, окруженный депутат от Народного фронта ВПП, и он несколько раз сказал, поставьте вопрос на голосование. Оксана Сыроид прекрасно понимала, что не требуется. В это время эти люди были в зале? В это время эти люди уже были в зале? Нет, они еще не были в зале, но было ясно, что это нет. Я показываю, например, мероприятие, которое было совсем недавно в зале Верховной Рады. Эта группа украинских пластуни принесла, по-моему, благодатный огонь. Подождите, а при чем здесь пластуны и благодатный огонь сейчас? Потому что мы говорили. Когда Оксана Сыроид говорит, что это неслыханное нарушение регламента, я хочу сказать, что уже неоднократно в зале Верховной Рады приходили ребята, молодые люди или же просто другие люди, которые не проходили процедуру. Так я еще раз повторяю. Закон о регламенте предусматривает, если есть желание какой-либо фракции поставить вопрос о выступлении кого-либо, когда ситуация кризисная, важная для страны, а я считаю, что когда отдельные депутаты Верховной Рады себе позволяют наезжать автомобилем на сотрудников полиции при исполнении своих обязанностей и создают ситуации, при которых могли погибнуть десятки людей, это экстренная ситуация. И Оксана Сыроид, если бы она была бы спикером Верховной Рады, а не спикером фракции «Самопомощь», обязана была не трусливо убегать, обязана была поставить вопрос на голосование. Поверьте мне, было бы не 150, а было бы 250 голосов. И ребята бы выступили спокойно. Вместо этого, вместо того, чтобы говорить о сути вопроса, о действиях народного депутата, которые подрывают порядок в зоне АТО, которые создают провокацию, которая могла закончиться большой кровью, кровавой баней, при которой княжичи показались бы просто-напросто игрушками, мы хотели соблюсти регламент, и мы сделали все необходимое для его соблюдения. А после того, как Оксана Сыроид закрыла заседание, то это уже не было пленарным заседанием, это было заслушивание информации от отдельных граждан Украины, которые приехали рассказать о отдельных действиях отдельного народного депутата, даже если его фамилия Поросюк. Опять же, присутствующие здесь на программе совсем недавно тоже Инна Богословская утверждают, что должно было быть какое-то письмо от блокадников, которое они стали зачитывать, а вместо этого привели полицейские. Было какое-то письмо от блокадников? Мне об этом ничего не известно, думаю, что это вымысел Инны Германова Богословской. Если это не вымысел, пусть она его покажет, у нее есть фейсбук, у нее есть блог на Украинской правде, она, наверное, сможет там его публиковать. Что касается Поросюка, вот о котором вы так много говорили, вы сказали, что он пока еще народный депутат. Вы планируете его лишить депутатского мандата? Значит, было заявление с трибуны Верховной Рады о том, что необходимо рассмотреть вопрос о расследовании криминального отдела о нападении Владимира Поросюка на сотрудников полиции. Сотрудники полиции допрошены, также допрошен журналист Андрей Зинзи, на которого было нападение Владимира Поросюком. Видеодоказательства, которые размещены в сети, были показаны по многим телеканалам. Генеральная прокуратура проводит расследование. Если генеральный прокурор сочтет, что в действиях Владимира Поросюка был состав криминального правонарушения, он будет обязан обратиться к Верховной Раде с вопросом о снятии неприкосновенности с народного депутата Поросюка. По моим оценкам, те правонарушения, которые он, возможно, совершал, не тянут на меру пресечения в виде ареста, но Верховная Рада должна отреагировать. Или мы хотим, чтобы каждый народный депутат себе позволял бить других людей или бить полицейских, а если завтра Поросюк будет избивать солдат на фронте, мы как к этому будем относиться? Ну понятно. Мне кажется, мы много уже внимания Поросюку уделили. Ну это лично знаменитое. Так, чтобы закрыть эту тему и прийти к другим вопросам, все-таки учитывая резонанс того, что произошло, я хочу вам задать еще один вопрос. Так кто такой все-таки Юрий Голубан? Потому что ваш коллега, депутат Игорь Луценко, утверждает, что этот человек был связан с сепаратистами, что он, так сказать, вообще не должен был попасть в зал Верховной Рады и так далее. И в мае 2014 года он именно сотрудничал с ними. Поэтому вы на него подали в суд, насколько я знаю, из вашего Фейсбука и, насколько я знаю, из Фейсбука Луценко сказал, ну и хорошо, мы тогда привлечем его к допросу прямо во время суда. Можете как-то прокомментировать эту историю? Значит, смотрите, я за то, чтобы любые факты всегда проверялись. И против того, когда голословно народные депутаты Украины, принимавшие участие активно в Майдане, обвиняли людей, которые несколько лет на переднем краю защищают нашу страну, голословно. Если есть доказательства вины Юрия Голубана, то больше всех заинтересован в этом сам Юрий Голубан. Ну, я показываю вам документ. Наведите, пожалуйста, если можно камеру. Можно? Получается у вас технологически, не знаю, да? Я думаю, что все получается. Это заявление Юрия Голубана на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко с требованием проверить всю информацию, касающуюся заявления предателя Украины, бывшего альфовца Ходоковского о якобы его причастности к каким-то действиям против Украины в мае 14-го года. Я бы на слова Ходоковского внимания бы не обратила, если бы не говорил об этом Игорь Луценко, народный депутат Украины. Вы можете посмотреть эфир Юрия Луценко на телеканале News One, где он не просто процитировал Ходоковск, он добавил от себя, что Юрий Голубан это тот человек, который убивал наших ребят под Карловкой. По этому поводу Юрий Голубан подал иск в суд с требованием опровергнуть эту неправдивую информацию, поручивающую честь и достоинство полковника полиции. И я думаю, что суд скажет в этом свое слово. Генеральная прокуратура в свое время в свою очередь должна проверить все факты, изложенные в заявлении Юрия Голубана, которые сам требуют поставить точку в этом вопросе. Потому что, если ее не поставить сейчас, то каждый Игорь Луценко и каждый Поросюк будет рассказывать об этом и через годы и замарать в социальных сетях имя Юрия Голубана. Дальше мы услышим ответ от прокуратуры. Прокуратура проведет расследование Министерства Безопасности, поставит точку. Но я хочу сказать еще раз, у нас нет ответственности никого, ни за что. Поэтому у нас привыкли в соцсетях обливать грязью друг друга. А я вам отвечу, у нас общество не готово к тому, чтобы у нас было ответственности. Если в Соединенных Штатах Америки или в Европе кто-то выдаст из политиков явно недостановленную информацию о каком-то юридическом или физическом лице, может быть иск, который может просто разорить того, кто совершил неправду. В нашей стране привыкли так, что слово ничего не стоит, любого можно изморять грязью. Так быть не должно. Поэтому пример Юрия Голубана, который хочет защитить свою честь, достоинство, потребовал извинений. Давайте создавать прецеденты. Давайте. Ну вот Юрий Голубан и создает прецеденты. Он подал суд на народного депутата Луценко, который обвинил его в том, что Юрий Голубан убивал наших ребят. Еще один блокбастер этих дней это выборы аудитора НАБУ. Ну, я, честно говоря, не знаю, кто такой Назил Браун. Я думаю, что большинство зрителей не знают. Никто не знает, кто такой Роберт Сторч. Никто не понимает, почему такая идет отчаянная борьба. Одни говорят, что американское посольство хочет одного человека, администрация президента другого человека. Что на самом деле происходит? И самое главное, неужели среди 40 миллионов украинских граждан, среди которых есть много юристов, много людей, которые работают в международных организациях, нет человека, который может быть аудитором НАБУ. Мне сказала Оксана Сараед, что, дескать, в законе так написано. Но я проверила. В законе написано. Это опыт работы в международных организациях, а не обязательно иностранец. Прошу. Ну, все на самом деле опять-таки очень просто. Закон о Национальном антикоррупционном бюро создан таким образом, что он максимально защищает главу Национального антикоррупционного бюро от необоснованного увольнения. Вы знаете, сколько раз в истории Украины генеральных прокуроров увольняли, если они пытались пойти против воли президента. По главе НАБУ, кроме случая, если он уйдет по собственному желанию, есть единственный повод. Это негативный отчет аудиторов НАБУ. Аудитора должно быть три. Один избирается Верховной Радой, большинство он голосов, и за него сейчас идет борьба. Второй назначается Кабинетом Министров, должен определиться Кабинет Министров. Третьего назначает президент. В законе действительно сказано, что желательно, чтобы были лица, которые имеют опыт работы в международных организациях. В Украине, конечно, таких людей на самом деле не так уж много. Ну, допустим, есть от Украины судья в Европейском суде по правам человека, имеющая достаточно хорошую репутацию. Но бросит ли она свою работу для того, чтобы заниматься аудитом НАБУ? Наверное, нет. Ей этого не предлагали. Поэтому произошла ситуация, что Комитет по борьбе с коррупцией предложил Роберта Сторча, это гражданин Америки, который работал, по-моему, в ФБР, в Министерстве юстиции, занимался аудитом работы по охранительным органам США. Затем, перед конечным голосованием за него появилась кандидора Найджела Брауна, которого предложили я до сих пор не знали. Понимаете, я не могу все успеть. Вокруг так много важных дел, которые приходится решать. Например, только что я говорил с народным депутатом Пашинским и министром образования Лилией Гриневичем. Знаете, о чем мы говорили? Мы говорили о том, что необходимо срочно запустить процесс военно-патриотического воспитания в школах, выделить решением правительства тысячи автоматов Калашникова, которые бы использовали школы для обучения наших детей. Так, как это было в те самые советские годы, когда военно-патриотического воспитания было. Чтобы наши дети им снова была предоставлена возможность хотя бы несколько раз для старшеклассников подстрелять. Поэтому у меня много есть вопросов, кроме как заниматься Найджелом Сторчем. Почему я сейчас сказал о Найджеле Сторче? Вы тоже, может быть, не успели отреагировать. Я специально в день голосования проходил по залу и говорил, вы за кого будете голосовать, за Найджела Сторча или за Роберта Брауна? И, как правило, далеко не все мои коллеги понимали, что я над ними подтруниваю, потому что не все еще понимают, кто такой разница. На самом деле, я взял одно имя от одного и все смешалось с Доми-Облонских. Я не отреагировала, потому что я даже не представляла, что вы такой коварный. Понимаете? Я не очень слушалась, какие имена вы называете. Я шла в первой передаче, но, как правило, такое легкое коварство появляете вы в ваших вопросах. Вот поэтому я решил чуть-чуть ранее. Так вот, и поверьте, нашим телезрителям тоже в общем-то как бы все равно, будет Найджел Браун или Роберт Сторч. Граждане Украины хотят того, чтобы у нас воры, чиновники сидели по тюрьмам. Чтобы дела, которые заводятся НАБУ, полиция и Генеральная прокуратура СБУ, они доходили до суда, они разваливались и не продавались на этапе следствия. С другой стороны, граждане Украины должны хотеть того, чтобы правоохранительные органы, все правоохранительные органы работали только в рамках закона, чтобы не было злоупотребления властью. А именно правоохранительные органы, как часто показывает практика, они как раз и нарушают право граждан зачастую. И на них нет права. Потому что они... Только они и нарушают. Не только они. Они действуют принципу рука руку моют. Поэтому задача аудиторов будущих НАБУ определить, все ли было правильно сделано в НАБУ, были ли какие-то системные нарушения прав граждан в рамках заведения тех или иных уголовных дел, были ли какие-то... Оценить качество работы главы Национального антигрупционного бюро. И поэтому война идет за то, какой вердикт будущие аудиторы вынесут Артему Сытнику. Это будет вердикт... Извините, это будет вердикт, как в древнем Риме, помните. Или так, или вот так, да? Понятно. Вот, вы меня опередили. Так вот. И за это идет борьба. Правда, что кто-то из топ-менеджеров украинских хочет уволить Сытника? И кто бы это мог быть? Я думаю, что все те, кто недоволен расследованием НАБУ в отношении Романа Насирова, Александра Нищенко, других громких дел... Кто эти таинственные люди? Ну вы же можете сказать. Ну это те люди, которые, я так понимаю, покрывают высшую коррупцию в Украине. В разных случаях это могут быть разные люди. Антон Юрьевич, наши зрители вот не любят, потому что они не знают хитроспретение так в совершенстве, как это знаете вы. Поэтому они хотят слышать хотя бы это лагерь Народного фронта, или это лагерь президента, или это кто-то прилетел с Марса. Вот кто эти люди, которые недовольны расследованием Насирова и которые недовольны Анишенко расследованием? Я отвечаю за свои слова. В том числе у меня идет целый ряд судебных процессов, где либо я защищаю свою честь и достоинство, либо на меня нападают, как, например, Саша Янукович. Кстати, я хочу сказать нашим телезрителям, может, Саша Янукович не знает, что у нас на прошлой неделе состоялся суд апелляционный. Саша Янукович со мной судится уже два года за то, что я сказал, что он причастен непосредственно к убийствам на Майдане. Он судится, требуя от проверки от меня. Это я выиграл очередной суд у Саши Януковича. Александра, точнее, Януковича. Я вас поздравляю. Идем дальше. Я по этому еще раз говорю. Поэтому я не хочу быть голословным. У нас есть НАБУ. Оно должно не заниматься голословным обвинением, а предъявить подозрения и доводить их до суда. Дальше идем по событиям. Нападение на главу Высшего Совета Юстиции Бенедесюка. Знаете, вот я сейчас выношу за скобки. Хороший Бенедесюк, плохой. Он законно выносил работу. В смысле, законные какие-то действия производили. Нет. Но, знаете, согласительство довольно неприятно и противно, когда на одного человека, который там с женой идет или едет, нападает каких-то 10 или 15 активистов, неизвестно каких, чего-то с него требуя вообще. У нас вообще долго все это будет происходить в стране? Скажите, чтобы не происходило, вдруг кем-то наняты или не наняты активисты появляются там, я не знаю, на рельсах, возле судов, возле домов чьих-то судов Наталья, хотите, можем обеспечить вам 50 активистов у вашего телеканала завтра с криками там Я знаю, так я спрашиваю, это будет сделано вот так вот. Это долго будет вообще все происходить? До тех пор. И почему полиция в это не вмешивается, скажите. Наталья, до тех пор, пока не будет принят законопроект, разработанный народным депутатом Антоном Геращенко и его командой, который предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы за организацию проплаченных митингов тем, кто их организует и финансирует, у нас можно организовать сегодня пикет против телеканала ЗИК. Завтра можно из Москвы заказать нападение на директора Института национальной памяти Ветровича. И вы в курсе, потому что я об этом говорю. Я это знаю и пытаюсь помогать, предотвращать. У нас можно за деньги нанять украинских граждан, которые обгадят польские могилы во Львове для того, чтобы потом расписать это все по всем российским средствам массовой информации и заявить, что в Украине ненавидят поляков. У нас нанимают украинских граждан подбрасывать свиную голову на могилу еврейского цадика. Так вот я вас об этом и спрашиваю. Возможно, пора уже этих людей, чтобы они узнали, как выглядит СИЗО? Пора. Я хочу сказать следующее. По ситуации с Игорем Михайловичем Бенедесюком. Я позвонил ему в тот же вечер. Я узнал, что было от него. Я узнал, что было от патрульной полиции. Я посмотрел видео, которое разместили в интернет. Фактически вся эта провокация, я еще раз подчеркиваю, это никакое не выражение общественное. Это была провокация. Она была поставлена ради одного. Запугать Игоря Бенедесюка и его семью. Потому что, ну, многие наши телезрители, может быть, фамилию Бенедесюк слышат первый раз. Игорь Бенедесюк это судья Верховного Суда, который последние несколько лет работает главой Высшего Совета Правосудия. Это конструкционный орган, который играет сейчас важнейшую роль. Они как санитары леса, они сейчас убирают из судебной системы коррумпированных судей, судей, выносивших неправосудные приговоры. Из-за этого ненавидят огромное количество даже не только этих судей, а тех кукловодов, которые ими руководили, в том числе, которые находятся сейчас в городе Москва. Вот тут, я хочу, вот извините, хочу остановить на секунду. Мне кажется, что вы сейчас говорите очень неправильную вещь. Знаете, что вы говорите? Вы говорите, что Бенедесюк хороший и на него не за что нападать. А я хочу донести до зрителей и до вас мысль о том, что ни на кого нельзя нападать. Ни на хороших, ни на плохих. А что, я сказал, что можно на кого-то нападать? Ну, вы же рассказываете, как он... Первую часть нашей передачи я объяснил, что я сделал все возможное для того, чтобы дать слово простым ребятам из полиции на всю страну, чтобы на них не нападал народный дебютант Поросюк. Поэтому я, как и вы, и как здравомыслящие наши телезрители, которых подавляющее большое против нападений и насилия, насилие, монополия насилия должны быть только у государств. Так вот, вернемся к Игорю Михайловичу Бенедесюку. Совершенно с вами согласен. Это ненормально, когда человек приехал к себе домой, у его дома 10-15 молодых людей в масках, устраивают перформанс, разрисовывают заборы. Все это маскируется, якобы это мнение активистов. Вы знаете, там были ребята, я посмотрел, которым по 17 лет. Я думаю, они не то, что не понимают, кто этот Бенедесюк и чем он занимается. А им было глубоко фиолетово. Получили свои 30 серебряников. Пошли бы завтра, извините, к моему дому. Послезавтра надо будет дома Натальи Влащенко, если про нее там кто-то напишет и даст заказ. Так вот, с этим можно заканчивать только одним. Конституция гарантирует каждому свободу митингов, свободу собраний. Свобода означает в том числе ответственность. Майдан, это было собрание свободных людей. Могли профинансировать приезд людей в Киев, могли, не вопрос. Могли профинансировать то, чтобы кого-то покормить. Но на Майдане не платили за то, что ты выйдешь на Майдан и будешь отстаивать идеалы. У нас же это превращено сейчас в то, что разные политические силы собирают вокруг себя людей под заказ. Я могу сказать... Понятно. Вы хотите написать этот закон? Напишите. Вы же три года уже сидите. Я уже его написал. Так голосуйте. Не поддерживают фракции, потому что считают, что этот закон будет использован против... Это такой себе понятие. И имидж, это вот значит власть пришла после Майдана и она же будет ограничивать митинги. Еще раз повторяю. Есть понятие, например, выборов. Но запрещено подкупать избирателей. За это есть уголовная ответственность. То же самое. Есть свобода собраний, но должно быть запрещено и должно быть наказание для тех, кто извращает это. Понятно. Времени очень мало, Антон. Кто финансирует сотни тысяч людей. Мысль понятна. Все. Времени мало. Собираются ли посадить садового? Значит, честно скажу, я не обладаю информацией, собираются посадить или нет, но если он будет каждый день заявлять, что его посадят, может быть, он накликает на себя беду. В конечном итоге посажать или привлекать к ответственности людей или чиновников можно в случае наличия состава преступления. Насколько я слышал средств массовой информации, садовой боится, что к нему будет применяться претензия относительно несоблюдения правил техники безопасности на Грибовичской свалке. Я не знаком с материалами дела. Для того, чтобы им вводить... Ему такую пидозру уже, по-моему, приготовили. Нет, ему еще не объявлено подозрение и, может быть, оно ему не будет объявлено. Если оно или нет, я не знаю. Вот если бы я знал, я бы сказал, я знаю. У нас был в эфире Юрий Витальевич Луценко. Он сказал, что такое подозрение готово и как раз по этому делу, потому что там погибли люди. Была бы просто так халатность служебная, но, к сожалению, погибли люди, значит, это будет немножко другое. Хорошо. Вы знаете, я скажу следующее. Если по такому поводу приходить, то в каждом большом городе Украины каждый день, ну, вернее, рано или поздно происходит трагедия. Кто-то провалился в консенсационный люк. Где-то из-за того, что на дороге не была разметка, автомобиль слетает в дорогу, и каждому мэру можно предъявлять предъявление. Я хочу сказать следующее. Ответственность должна быть тех, кто отвечает за конкретный участок работы. За конкретный люк. За конкретный люк. За конкретную разметку и так далее. И у нас пока ответственности нет никого ни за что. На прошлой неделе президент сказал о том, что он не допустит досрочных выборов, но ведь, Антон Юрьевич, и реальной коалиции Верховной Рады нет. Как вы вообще оцениваете эффективность работы Верховной Рады? Значит, если я скажу, что из пяти баллов я ее оцениваю на три, то это моя оценка. Кто-то скажет на единицу, на два, на три, но для того, чтобы понимать, как работает Верховная Рада, нужно понимать, что это за механизм. Верховная Рада – это представительство интересов народа. Это зеркало нашего народа. Верховная Рада именно такая, какую избрал народ. Могу вам сказать, что на тех выборах, которые были, по сравнению с предыдущими выборами Верховной Рады, особых злоупотреблений не было. Все так же за гречку, за доброе слово, за обещание избирали политиков Верховную Раду. У меня есть возражение этому тезису. Знаете, вот смотрите, есть много людей на свете, у которых второй брак, в том числе и мы с вами. Ведь если исходить из этой логики, то тогда, когда первый раз разводиться не нужно, потому что вторая ваша половина – это ваше зеркало, и нужно вообще терпеть и дальше. Но ведь иногда может это само оказаться так, что вторая, третья, четвертая попытка, она значительно удачнее. И зеркало меняется. Если лошадь, я уже даже написала об этом в Фейсбуке, если лошадь полумертвая, какой смысл пытаться на ней скакать? Значит, во-первых, а кто посчитал, что лошадь полумертвая? Давайте сразу скажем. Есть понятие… А вы думаете, что люди ничего не видят, Знаете, чем отличается простая серая полевая мышь от Микки Мауса, как говорят специалисты, публика Лэйшнс? Отличается пиаром, потому что и там, и там есть мышка. Это известно не будет. Как представить ту или иную работу? Я могу сказать следующее. Вот эта самая плохая Верховная Рада приняла закон о повышении социальных стандартов до 3200 гривен. При этом минимальная зарплата… Народ почувствовал прямо повышение социальных стандартов. Хотелось бы, чтобы было еще больше. И я думаю, что дела, которые открываются НАБУ в отношении лиц, которые злоупотребляют и крадут миллиарды, они рано или поздно придут, потому что у нас социальные стандарты повестятся еще больше. Почему Верховная Рада до сих пор не проголосовала о новой законовыборах? Вот эта самая плохая Верховная Рада, например, приняла законодательство о тендерных закупках. И тысячи предпринимателей, которые нас сейчас смотрят, они знают, что любая закупка сейчас под контролем общества, все прозрачно. И постепенно, постепенно мы искореняем коррупцию в сфере публичных закупок, где она, так сказать, расцветала. Придем дальше. Верховная Рада приняла новость закона национальной полиции. Нет, смотрите, у нас тех, кто защищает хорошее, гораздо проще кричать «караул», там «нас бьют», причем даже если нас не бьют, лучше прокричать «нас бьют», буду, так сказать, уважать. Поэтому, я говорю сейчас фактами, да, поэтому факты. Создана патрульная полиция Украины, и вы знаете, что если раньше любой судья-прокурор мог сделать звонок, его бы отпустили, пусть он даже брыз пьяный, да, то теперь уже звонить некому, некому. И составляются протоколы на всех, даже на жену премьер-министра бывшего Арсения Петровича Аценюка. Поэтому есть позитивные моменты, но многие люди хотят, чтобы вот так вот, прошел Майдан, и завтра мы должны жить, как Швейцария. Я хочу объяснить, что Швейцария живет так, потому что это Швейцария. Потому что у них 350 лет не было войн, потому что они за 350 лет создали общество из разных... Мы сейчас не будем говорить о Швейцарии, я хочу вам сказать об Украине. Можем рассказать и произвать. Слушайте, я к вам отношусь с большим уважением. Но все эти ваши тезисы, смотрите, у нас подняли зарплату от повышения социальных стандартов, но подавляющее большинство людей не способны сегодня заплатить себе за квартиры. И они не почувствовали, понимаете? То есть ведь дьявол в деталях, они не почувствовали никакого повышения социальных. Есть огромное количество способов обходить прозрачный тендер. Поговорите с любыми бизнесменами, они вам такого расскажут. Это честно, понимаете? Что мало не покажется. Давайте я заберу немножко хлеба у Лещенко, Шабунина и других порцов. Давайте, только коротко, и мы дальше пойдем. Коррупция и борьба с ней, это обоюдоострый вопрос. Дело в том, что коррупция, она проживает не только среди тех, кто вымогает, а и среди тех, кто дает. Сколько раз, и вы, наверное, знаете, и я знаю, приходят люди и говорят, ой, караул, караул, нам выдвигают взятку. Я говорю, пожалуйста, заявление, давайте документировать и в суд. Люди предпочитают зачастую платить взятки. Люди не верят в судебную систему правоохранителю, поэтому не хотят связаться. Не только потому, а еще потому, что, например, есть предприниматель, он должен был заплатить миллион гривен налогов. Ему коррумпированный налоговый инспектор говорит, ты заплатишь 500 тысяч, 300 мне, 200 тысяч сэкономишь. И что делает этот предприниматель? Он думает, опа, 200 тысяч гривен сэкономлю, куплю себе что-нибудь хорошее, себе, своей семье, поеду, отдохну. Идет на то, что совершает преступление, потому что дача взятки, это такое же преступление, как взятки. Так вот, сколько людей у нас дают взятки в своей жизни? Вспомните историю с системой независимого оценивания поступления в ВУЗы. Помните, сделали систему... То есть работа правоохранительных органов должен коррумпированный предприниматель пополнять? Сделали систему ЗНО, что дети в школах заполняют тесты, все компьютерное, все по-европейски. Знаете, чем закончилось? Тем, что полиция расследовала уголовное дело, и оказалось, что 2000 человек, своих детей за деньги, нашли способ, точнее им это предложили, коррумпированные программисты с коррумпированными сотрудниками этой системы, для 2000 детей повысили результаты оценивания. Это значит, что тот, кто хорошо сдал, не попал в тот ВУЗ, куда он мог помнить. А я вам к чему это говорю? Что проблема коррупции, она гораздо шире, что есть какие-то чиновники, депутаты берущие. Это в целом проблема общества, которое 73 года жило под диктатом коммунистов, которое строилось на лжи, на обмане, на рассказах про перестройку, про, так сказать, коммунизм, про квартиры всех 2000, на постоянном обмане. У нас большая проблема в том, что политики до сих пор лгут людям. Я хотел бы, чтобы в Верховной Раде было две трети политиков, которые говорят, думают и делают одно и то же. Пока у нас две трети тех, которые думают одно, говорят другое, делают третье. Кто у нас в Верховной Раде? Смотрите, во-первых, я вчера еще раз просматривала списки, там прекрасно, ну как-то солнечно улыбаются со страниц главного сайта Сергей Клюев, Александр Онищенко, они до сих пор депутаты, и нет способа их сделать не депутатами. Теперь есть. Ну слава богу, но может быть наконец-то. Давайте расскажем нашим телезрителям, чтобы с сайта Верховной Рады так не улыбались солнечно, Сергей Клюев, Александр Онищенко принят закон о заочном осуждении. Я был автором одной из первых редакций. Был этот закон принят в мае прошлого года. Сейчас мы этот закон еще улучшили на прошлой неделе и дали возможность еще два года. Вся 60, да? Да? Вся 60. Они не разрешены депутатского мандата. Они не ходят в Раду. Им даже начислялась зарплата, пока Андрей Порубий не сделал волевое решение. Им зарплата, насколько я знаю, сейчас уже не начисляется. Так вот. И по этому закону, если суд примет решение, что Сергей Клюев, Александр Онищенко... И еще несколько других депутатов будут признаны судом виновными и будет минимум две инстанции, первая и вторая, на что тоже нужно время, тогда они потеряют статус депутата. У меня есть еще один вопрос по еще одному вашему депутату из Народного фронта. Вчера появились публикации о том, что ваш депутат Дейдей был осужден в Одессе. В 2012 году получил 3 года условно. Там сначала было 5 лет лишения свободы, судя по приговору, а потом заменили на 3 года условно с подпиской о невыезде. Каким образом он мог стать Народным депутатом? Вот это вопрос. Во-первых, я не знаю о том, правда это или нет, а лжи у нас в социальных сетях и на телевидении, и в связи с массовой информацией более чем достаточно. Но я могу сейчас делать перечень депутатов, которые были судимы. Например, Андрей Белецкий находился в СИЗО несколько лет по лживым обвинениям. Освобожден после Майдана. Он же не был осужден, просто находился в СИЗО. Хорошо. Хотите примеры? Игорь Масичук. Решением суда в январе, помните, где-то еще тогда пикетирование было, где наш генеральный прокурор получил по голове полицейской дубинкой. Он был осужден на 6 лет лишения свободы. Освобожден после Майдана. Поэтому нужно разобраться, что было на самом деле. Я по ДД, я вот завтра уезжу в Верховной Раде. Кроме того, четвертая власть в виде журналистов на него обязательно нападет. Я уверен, что ему прохода не будет. И он завтра все расскажет, было это или не было. Кроме того, пожалуйста, сейчас у нас свободный доступ к реестрам судебных решений. Там нет фамилий, осужденных. Но по контексту можно найти. Поэтому я уверен, что огромное количество журналистов-расследователей, у нас их огромное количество. Сейчас делают серфинг по этому реестру, найдут и расскажут. Ну, то есть, в принципе, вы тоже будете, я так понимаю, потому что это же ваш коллега по фракции, вы тоже будете это проверять. Я только хочу напомнить, что в годы Януковича были некоторые приговоры, которые затем признавались недействительными. Например, это был приговор относительно Юлии Тимошенко. Это был приговор относительно генерального прокурора Юрия Луценко. Но надо разбираться. Ну, слушайте, все-таки ради справедливости я вам скажу, политические дела несколько отличаются от дела все-таки о гопничестве и нападении на улице. Я напомню, что Юрий Витальевич Луценко вменяли то, что он неправильно выделил квартиру сотруднику своему водителю, неправильно начислил зарплату и неправильно провел день милиции тогда, когда это было запрещено. Поэтому ему тоже вменяли совсем не политическую деятельность. Поэтому тут надо разбираться. Программа в том, что в нашей стране до сих пор нет понятия... Ну, извините, а Масильчуку знаете, что вменяли? Масильчуку вменяли терроризм. Ему и двум товарищам. Я помню, дело Василькиевских террористов. Совершенно правильно. Если вменяли, что они собирались взорвать памятник Ленину в Борисполе, только вот беда. На момент, когда они это собирались, памятника уже не было. Вот и все. Это дело признано всеми фейками. Просто Масильчука заказали для того, чтобы посадить его в тюрьму, чтобы он не мешал руководителям города Василькова делать свои черные дела. В программе Харт Юрий Луценко сказал также, что люди, которые... Ну, вот это дело в Княжичах, что там все-таки будут приговоры по этому делу. Все же, как вы считаете, можно ли говорить о том, что сотрудники, часть сотрудников милиции, которые участвовали в этом деле, были нечистоплотны? Не так, как нам сначала говорили, что они друг друга, поговорив два часа друг с другом, почему-то друг друга не узнали, как в известном романсе. А все-таки они узнали друг друга и что-то там не поделили. Вот вы знаете, для того, чтобы стать журналистом такого высокого уровня, как вы, нужно прожить целую профессиональную карьеру. Для того, чтобы судить о том, что произошло в Княжичах, недостаточно прочитать пост какого-то журналиста или блогера. Конечно, конечно. Но вы же информированный человек, я у вас спрашиваю по этому. Я вникал в этот вопрос. Лучше меня, естественно, это вопрос знают следователи, которые это делают, прокуроры, которые за ним взирают. Я могу сказать следующее. Там был ряд системных ошибок, в том числе человеческий фактор. В частности, сотрудники полиции перед тем, как начать стрельбу, должны были по закону полиции сказать, стой, полиция, брось оружие и так далее. Один из сотрудников полиции этого не сделал, открыл стрельбу первым. Могу только добавить одну, он остался жив. И я думаю, что он должен будет понести за это ответственность. В сетях ходит пикантная фотография. Ее все видели на прошлой неделе. Фотография Насирова. Он сфотографирован в СИЗО, камера там какой-то имеет странный вид, пластиковые окна, с какими-то людьми, которые якобы там держат Лукьяновское СИЗО и так далее. Я хочу не про Насирова у вас спросить. А это не фотомонтаж? Вот, я хочу у вас спросить, есть ли сегодня в Лукьяновском СИЗО вот так называемые камеры, за которые платят там пять тысяч, например, долларов или сколько-то в месяц каким-то смотрящим тюремом. Потому что раньше это все было. Понимаете, есть ли камеры, в которых такие красивые занавески, еще что-то, еще что-то. Насколько, и есть ли вообще смотрящие в Лукьяновском СИЗО, как тут, там пишут какой-то Буба, Львовский, Алик какие-то, с которыми, это фотомонтаж, вы считаете? Это сайт страны, мы можем оказаться вы или я. Просто путем фотомонтажа, это первое. Если действительно господин Насирову была интересна тюремная романтика за ту неделю, которую он там провел и фотографироваться с местными жителями СИЗО, это его выбор. Теперь, что касается вопроса коррупции в СИЗО, безусловно, она есть. И для этого есть надзирающие органы, которые ловят регулярно на взятках, и вы это видите, средства массовой информации, вот до начальников СИЗО. Теперь второе. Уверен, что такие камеры там есть, потому что спрос рождает предложение. Это раз. Второе вопрос. Принято решение Министерством юстиции, оно объявлено всему народу Украины, что Лукьяновское СИЗО будет ликвидировано, что будет построено где-то в районе окружной дороги Киева современное СИЗО, потому что человек, который временно находится под подозрением, он еще не виновен, и он должен отвечать своей свободой или, допустим, быть огражден от общества, чтобы он ему не навредил, если он действительно преступник, но он не должен отвечать пытками из-за того, что он сидит в душной камере с тараканами, холодной, что он не будет там завалить и так далее. Поэтому я могу сказать следующее. Арсен Борисович Чаваков, он провел 3 недели в камере в Италии. Это тоже общеизвестный факт. Так вот он мне рассказывал, что это были самые спокойные дни в его взрослой жизни. Лучшие дни его жизни. Да, потому что он сидел в спокойной чистой камере. Было несколько сокамерников итальянцев, чистое белье, которое регулярно менялось, приносили ежедневные газеты на итальянском языке, работал телевизор. То есть сейчас ему тяжелее явно. И люди просто несли это бремя просто своей свободой. Но они не унижались вонючей парашей, они не унижались отсутствия доступа к информации и так далее. Поэтому мы должны сделать все в Украине по-европейски. Давайте мы сделаем в Украине Европу, в том числе по-европейски относиться к лицам, которые совершили правонарушение. Извините, Антон, вот вы говорите, это общеизвестный факт, но, к сожалению, я что-то пропустила в этой жизни. А за что Арсен Аваков провел несколько недель в СИЗО в итальянском? Во время работы преступного режима Януковича было сфабриковано уголовное дело. Арсен Аваков был объявлен в Интерпол и задержан был в Италии. После чего, в несколько недель находился под экстрадиционным арестом. Об этом написаны горы материалов в украинских и зарубежных СМИ. Потом решением итальянских судов был освобожден, находился совершенно свободно на территории Италии. И в 2020 году он был избран по списку партии Батьки Вщин. Это было под номером 21. Так сложилось, что у меня тоже оказался в списке Народного фронта тоже 21 номер. Банкир Шепелев уже сделал целую серию своих заявлений по поводу Турчинова. Он все время призывает на БУК сотрудничеству. Как вы считаете, дело так, опять же, даже не в банкире Шепелеве, должны ли такие вещи вообще проверяться на БУК? То, что Анищенко заявляет, то, что Шепелев заявляет, то, что еще наверняка кто-то что-то будет заявлять. Смотрите, вот этот случай не прошел мимо его внимания. Я посмотрел два обращения бывшего банкира Шепелева. Давайте мы только добавим не только бывшего банкира Шепелева, а лица подозревающегося обоснованно в двух заказных убийствах, который дважды бежал из-под стражи. Один раз он бежал еще там в 2013 году, скрывался в Венгрии, его там задержали, выдали Украине. Второй раз он подкупил охранника СИЗО, это было, по-моему, в 2014-2015 году. Да, уже после Майдана. И бежал вместе с ним и находится сейчас в Российской Федерации. Генеральная прокуратура Украины, полиция требует его выдачи. Ему, если будет доказано в суде его преступление, оградит пожизненное заключение. Охранник СИЗО осужден этот, который выводил? Охранник СИЗО подан в розыск. И, судя по всему, я надеюсь, что он жив, этот охранник СИЗО, который помог Шепелеву бежать. Хотя, может быть, его тоже нету, это будет третья жертва. Как они все бегут? Садовый сбежал? Деньги. Не Садовый, а Садовник, да, по-моему? Деньги, коррупция. Деньги, коррупция. Так вот, относительно Шепелева. У нас же в СИЗО есть несколько... Давайте вернемся к Шепелеву, это интересно. Так вот, господин Шепелев сделал действительно заявление, то есть лицо подозреваемых в двух заказных убийствах, что якобы Турчинов и масса других фамилий грабили Украину и так далее. Однако, это голословное заявление. Пусть показывают документы, пусть показывают факты. А так, это, извините, сотрясание воздуха. Он вместе с бывшим замгенерального прокурора Инатом Кузьминым томится уже третий год в Российской Федерации под полным контролем российских спецслужб. Я начал с того, что наша генеральная прокуратура подавала требования выдачи Шепелева как лица подозреваемого даже не в преступление против Майдана. Понятно, что там никого по этим статьям не выдадут. И там беркутовцам дают гражданство России, чтобы нас унизить. А его не выдают. Там была формулировка такая интересная. Что-то типа, что этот человек представляет важность для государства Российской Федерации и так далее. Поэтому выдавать не будет. Ну, конечно, важность он представляет. Это человек, который готов под дудку российских спецслужб взгляд все что угодно. Завтра он скажет, что Яращенко там убийца, а потом Влащенко. Ну, кто угодно. Поэтому заявление проверять надо. Меня не приплетайте сюда, пожалуйста, к вашим делам. Мало ли что. Антон Георгиевич, ну хорошо, а как они начинают томиться в розыске только после того, как они каким-то волшебным образом исчезают отсюда? Вот Ренат Кузьмин, например, я помню, он после Майдана был в Украине, он даже приходил на ток-шоу, там выступал и так далее. Первые полтора месяца. Мы позволили ему уехать. Вернее, вы позволили. Правоохранительные органы уехали. Ну, давайте вот меня тоже не обобщать, хорошо? Это первое. Я хочу закончить. Почему Ренат Кузьмин не уехал сразу? Да потому что он контролировал Генеральную прокуратуру Украины первые месяцы после Майдана. И любые действия в отношении Рената Кузьмина немедленно его предупреждали. И когда он понял, что все-таки, несмотря ни на что, по нему будет вынесено решение о задержании... Кого он контролировал? Махницкого, вы имеете в виду? Послушайте, Генеральный прокурор это лишь вершина айсберга. У айсбергов, знаете, одна десятая сверху, девять десятых снизу. Так вот, самый лучший Генеральный прокурор, который только может быть, он не может прийти и в один момент заменить 15 тысяч прокуроров. Там есть огромное количество людей, которые имеют двойную жизнь. На работе он прокурор, а в нерабочее время он тот человек, который занимается решением других вопросов. То же самое есть в полиции, в СБУ. Надеюсь, что такой вопрос минимизирован или вообще нету в НАБУ. Но будем прямо говорить, это двойная жизнь. Судья Чао сбежал уже после того, как не 15 тысяч прокуроров были Кузьмина, понимаете, а гораздо меньше. Но он же сбежал, у нас же продолжаются эти выезды, отъезды и так далее. По суде Чао, хорошо, что вы знаете. Причем он не Джеймс Бонд, понимаете? Судья Чао, это один из последних судей, который, пользуясь пробелами законодательства, в прошлом году не был сразу же после своего задержания предан суду и помещен в СИЗО. У нас с 1 января 2017 года действует правило, что если судья будет задержан за коррупцию, то уже его не могут просто задокументировать, отпустить и дать ему несколько дней и ждать, пока будет принято решение Верховной Рады. Раньше не могли арестовывать судью, пока не было решения Верховной Рады. У нас был случай, вы хорошо бы это помните, когда был судья по фамилии Бурак. В Одесской области его изобличили и подозревали в получении неправомерной выгоды 50 тысяч. Так вот он приехал в Верховную Раду весь в слезах, в соплях и Верховная Рада должна была голосовать за то, чтобы снять не в Верховной Раду. А до этого судью нельзя было не надеть наручники, ничего. Теперь уже другая процедура. Если судья застается на месте коррупционного злочина в момент передачи взятки, сразу в наручники, сразу в СИЗО. И поверьте мне, у нас после этого начался судопад. У нас сейчас больше двух тысяч вакансий на должности судей. Потому что многие судьи, одни решили уйти на спокойную пенсию, а другие просто поняли, что им не удастся реализовать те преступные планы, которые они хотели делать. Но не все судьи, как говорили классики, подонки. Есть много хороших судей, которые хотят жить честно. Для этого мы, общество, мы, власть, должны создать условия, нормальные заработные платы, после которых тот, кто хочет жить непосредством, будет изобличен и электронным декларированием, и гражданами сознательными, которые будут сообщать о коррупции судей, и профессиональной системой высшей опубликационной комиссии. Вы меня прям укачиваете, вот зомбируете. Смотрите, если бы не было такой совершенно непродуманной системы увольнения судей, возможно, все было бы по-другому. И они были бы на местах. Потому что в соответствии с иллюстрацией, с законом иллюстрации, они все 80% подали в отставку, потому что они понимали, что гораздо выгоднее им получить от 28 до 40, так сказать, тысяч, условно говоря, пенсии и пожизненное медицинское обеспечение себе и своим семьям, чем проходить какую-то дурацкую иллюстрацию, как они говорили, которую кто-то там придумал. Они все получили, а суды теперь пустые. А где взять судей, как набрать, мы не можем это сделать. И томятся сотни и тысячи уголовных дел. Скажите, пожалуйста, так можно управлять государством? Значит, первое, ни для кого не секрет, что украинское государство, оно несовершенно, по всем направлениям. Ни для кого не секрет, тут вы абсолютно правы. Да, и судебная власть тоже. Судей у нас по 100, 8 тысяч. И когда победил Майдан, было огромное количество судей, которые там работали по блату, которые пришли заниматься и жить совсем не на запах. Кстати, зарплата судей была в 2014 году от простого судей, порядка 10-12 тысяч гривен. Мы должны создать класс профессиональных судей, которые чувствуют свою важность в системе. Многие судьи были разбалованы коррупцией. Я говорил с людьми, которые знают эту систему. В 90-х годах к честному суде, нормальному суде, приходили предприниматели и говорили, там есть дело, я хочу, чтобы вы его приняли решение. Вот вам тысяча долларов. У нас мало еще времени для экскурсов прошлое. Давайте экскурсов будущий. Как будем набирать на рубцы? Коррупция, я еще раз продолжу. Это обоюдный процесс. Потому что были те, кто готов был давать и нарушать этим самым закон. И были суди, которые соглашались на это. Иногда брали деньги, начинали многие суди, с того, чтобы брать деньги за законное решение. Один философский опрос перед Блицом, и начинаем Блиц. Вас часто называют рупором Арсена Авакова. Ну, говорят, что Аваков что хочет, пишет у себя в Фейсбуке. Публичное выступление он не очень любит. Но что нужно публично донести до многих сразу? Вот вы, как действительно суперпрофессиональный спикер, это делаете вместо него. Насколько это так? Ну, я не знаю даже, что я теперь буду должен после заявления, потому что я суперпрофессиональный спикер. По-моему, вы мои возможности слишком преувеличиваете, Наталья. Я делаю это из коварства. Я пришел работать во власти, я хочу сделать Украину сильным, богатым, независимым правовым государством. И поэтому я буду помогать Арсену Авакову, помогать Александру Турчинову, я буду помогать всем тем, кто хочет сделать нашу Украину сильным, богатым, процветающим европейским государством. Если необходимо сделать дело, я буду делать дело. Если необходимо будет сказать слово, которым я согласен, я скажу слово. Ну, то есть, бывают такие моменты, когда Арсен Борисович говорит, Антон, надо как бы, надо донести до широких масс. И вы пишете у себя в Фейсбуке, или говорите на экране. Я уже 13 лет знаком с Арсеном Борисовичем, это уже, можно сказать, треть жизни. И я видел в разных ситуациях, и в горе, и в радости, и с проблемами, и в хорошем настроении. Я могу сказать следующее. Я когда вижу, что что-то не так, я скажу Арсену Борисовичу. Он может послушать, может не послушать, это его дело. Если я вижу, что что-то делается правильно, то я тоже поддержу это, умножу это, и сделаю так, чтобы об этом знали. Ваши отношения к уходу с рынка программы Савика Шустра и Радио Вести? Значит, Радио Вести это программа, которая финансировалась, по моей информации, бывшим министром доходов и сборов Господином Кливенко. Они этого не скрывали? Я, в общем-то, не жалею. Это как раз мы начинали с вами с этого передачи, что должно быть прозрачное финансирование, и должно быть, главное, легальным. Потому что, если это деньги, которые украдены у народа Украины и вложены обратно в СМИ для оболванивания людей... К Шустру у вас другое отношение, насколько я понимаю. Значит, для канала Шустера это была площадка, на которой приглашали спикеры с разных политических сил. Савик Шустер их по-хорошему провоцировал для того, чтобы создавать рейтинг своей программы. Но я говорил, друзья, так давайте посылать туда подготовленных спикеров, так чтобы позицию власти отстаивали те люди, которые вообще понимают, что происходит, и могли ее донести до общества. Помните, что я вам говорила? Я вам говорила, не нравится вам программа Савика Шустера? Ну, я имею в виду власти, да? Не вам лично, а власти. Сделайте лучше. Совершенно правильно. Поэтому я хочу сказать, что то, что программа Савика Шустера закрылась, это ненадолго. Она обязательно откроется, я даю гарантию, когда будет ближе к выборам, то обязательно появится площадка, на которой разные политические силы снова смогут... Ваше отношение к закону о 75% украинского языка в СМИ? Значит, я голосовал за этот закон. Я могу сказать, что он нужен сейчас для того, чтобы поднялось самосознание украинского народа. Но я не исключаю, что он в будущем может быть скорректирован. Вообще, я бы хотел, чтобы вопросом языка и вопросом межнациональным было определено меньше внимания, больше внимания экономики. Поверьте, что в той же Швейцарии, где есть три языка, итальянский, немецкий, французский, эти вопросы не беспокоят. Кстати, а в Израиле второй государственный язык, как это ни странно, арабский. Не странно, потому что Израиль воюет с арабами. И вывески все и на русском, в смысле, и на арабском, и на иврите. Конечно же, да. Когда возможен суд над арестованным по покушению на вас? Значит, я предполагаю, что это будет не далее, чем летом. Пятилица, сейчас им продолжен срок содержания. Я часто заказываю сардельки с горчицей и хреном. Подлежит ли в будущем, с вашей точки зрения, осуждению роль православной церкви Московского патриархата, которая содействовала оккупации, но до сих пор пользуется в Украине налоговыми льготами? Значит, в Московском патриархате, как и в любом другом, есть и хорошие люди, и не очень. Есть очень много православных священников Московского патриархата, которые не одобряют великороссийский шовинизм и позиции России по использованию Московского патриархата в качестве агентства влияния. Поэтому я за то, чтобы все церкви имели равный статус, но за то, чтобы не использовалась ни одна церковь против интересов независимости государства Украины. Ваш любимый исполнитель или группа? Куин. Фредди Меркури. Хороший вкус у вас. Ну, я вообще много слушаю чего, но так сразу скажу, что это с юности. Есть ли вопрос, на который бы вы не хотели отвечать в этой студии? Ну, есть те вопросы, которые не задаются. Понятно. На все можете отвечать. Я вас ловлю на слове. Есть ли у вас какое-то звание? Нет, у меня нет никаких званий. Не стремлюсь. Появилась ли у вас охрана? Если да, то сколько человек? Этот вопрос я не комментирую. Всегда ли вы согласны с руководством? Вот видите, есть вопрос, на который вы не хотите отвечать. Я вам ответил. Я вам ответил, Анталия. Просто этот ответ вас, может быть, не удовлетворил. Поддерживаете ли вы лично блокаду на Востоке? Значит, я считаю, что государство... Да или нет? Я считаю, что государство должно принимать те меры для того, чтобы мы скорее вернули Донбасс и Крым. А для этого, в том числе, нужно поделиться. Мы будем договариваться с Россией или мы сделаем так, чтобы договоренности были в наших условиях? Поэтому в том виде, в котором она была стихийная блокада, она подвергла государство сделать государственную блокаду. Блокаду решением государства я поддерживаю. С кем вы любите? Я знаю, что вы читаете книги и много. С кем вы любите говорить о книгах? С супругой. С Юрием Романенко, Тарасом Березацовым и моими партнерами по Монетическому Мозговому центру Украинский институт будущего. Кстати, мне ребята подарили порядка десяток книг. Как вы всегда вернете дело к рекламе себя? Я спрашиваю о книгах, а вы к институту будущего. Мне коллеги по институту будущего подарили десяток книг на день рождения. Какой уровень ваших политических амбиций? Вы хотите стать министром внутренних дел? Вы хотите стать будущим президентом? Вы хотите стать премьер-министром? Вы, возможно, хотите стать директором детского сада? Я не знаю, кем вы хотите стать. Я хочу быть полезным и действенным человеком, который сделает Украину богатым, процветающим правовым государством. Для этого мне не обязательно быть и занимать высшие должностные посты. Я готов быть рядом с теми, кто готов вместе со мной менять эту страну к лучшему. И последний вопрос перед квестом, который будет не очень, наверное, приятен, но тем не менее. Кем вы хотели стать в детстве? Вы не поверите, но когда мне было лет 10, я уже читал журнал «Зарубежное военное обозрение», мне его выписывал дедушка по моей просьбе и хотел быть генералом. Потом это забылось, я никогда себе не мог в жизни представить, что в 35 лет мне придется вместе с Арсеном Аваковым, Александром Турчиновым заниматься формированием добровольческих батальонов с колес, когда у нас армия, к сожалению, на тот момент бездействовала. Поэтому такие мечты были, я в совершенстве до сих пор знаю военную технику, калибры орудий, название там «Панк». Это поэтому вы с пистолетами фотографируетесь, там все-таки какие-то внутри есть. Но вы бы хотели вообще... Я, как многие мужчины, скажем так, превалирующее количество с уважением отношусь к оружию и к военной технике, потому что оружие и военная техника это одна из составных частей безопасности нашей страны. Прежде чем я открою этот ящик, я вам хочу сказать вот, что один очень такой топ-чиновник, и вы его знаете, но я фамилию его не буду называть, мне как-то сказал, знаешь что, в нашей стране все политики и все чиновники и все известные люди имеют бэкграунд. То есть посадить в принципе можно каждого. Если очень захотеть, то всегда найдешь за что это сделать. И я вам сейчас предложу такую совершенно теоретическую такую историю. Вот представьте себе, что у меня здесь в ящике лежит... Вот сейчас я покажу на камеру два дела. Ну, например, там, например, против Александра Турчинова и против Сергея Пашинского. Два дела. И вы можете выступить в защиту одного из них на суде, но вам нужно выбрать только, да, в будущем когда-нибудь, возможно, теоретически, которое мог бы быть. Вы можете или только здесь выступить в защиту, или только здесь? Я выступлю в защиту Александра Турчинова, потому что в защиту Сергея Пашинского по мне уже начато каминальное проваджение по заявлению адвоката... То есть вы выбираете Турчинова? Адвоката друга Андрея Портнова, и Андрей Портнов бы там громко заявил о том, что я вмешиваюсь незаконно в развитие дела по Пашинскому. Друг Портнова это кто? Ну, его юрист, который защищает Химикуса, гражданина, с которым был конфликт у Сергея Пашинского. Поэтому Пашинским уже вопрос закрыт в этом понимании. Понятно. Да, он понятен. Поэтому Александра Турчинова... А вы выступаете, вернее, выбираете Александра Турчинова? Ну, я думаю, что Александра Турчинова защищать не придется, разве что только перед судом истории. А вы знаете, я вам скажу перед тем, как закончить программу, что когда я сказала, кого бы вы выбрали для объединения, и показала три имени, три мобильных телефона, на котором было написано Юля, Арсен и Петр. Инна Богословская выбрала Арсена. Хотя сказала, что я выступаю за его отставку, но если бы вот настал такой момент в жизни, я бы выбрала его. На по-другому, знаете, есть такая старая привычка говорить, с кем пойдешь в разведку? Я пошел бы в разведку с Арсеном Аваковым. Я с ним уже в ней 14 лет. Все, спасибо большое. Что ж, друзья мои, сегодня был Харц Влащенко и гостом нашей программы был народный депутат Украины Антон Горощенко. А я прощаюсь с вами до завтра и говорю то, что говорю зазвичай. Бережите себя, бережите тех, кого любите. До завтра.